Я приветствую вас на канале Аленин сад в моем коротеньком видео рассказе о всходах земляники и о том, что с ней делать дальше. Напоминаю, что 12 февраля я посеяла два сорта земляники альпийской, семена которой мне подарила Оксана. У Оксаны есть свой канал, называется Оксана на севере. Были просто вопросы. Как найти Оксану? Так как семена свеженькие и Оксана очень добросовестный продавец семян, то, как видите, схожесть оказалась фактически стопроцентная. Есть тут буквально, я вижу одно семечко, которое еще пока что не проросло. Остальные семечки, которые отличались более мелкими размерами, они все равно проросли, вот здесь вот их видно, проросли, но гораздо позже и, соответственно, конечно же, они пойдут в утиль. Никак я их дальше использовать не буду. А семена более крупненькие прорастать начали ровно на третий день. Вот я 12-го посеяла, 15-го я уже наблюдала первые корешки. Об этом я делала запись и в моем сообществе на ютубе, и в инстаграме. Я уже много раз говорила о том, что такие всякие интересности, которые происходят со мной каждый день, я выкладываю чаще всего в инстаграм. Потому что это проще, удобнее, и поэтому, если вам интересно очень тщательно следить за ходом моих действий, то подписывайтесь, конечно же, на инстаграм. Там вы гораздо быстрее все узнаете. Например, когда появились первые всходы у земляники. Так вот, Алибаба у нас стопроцентная фактически всхожесть. На третий день они начали прорастать. И земляника желтое чудо. Также стопроцентная всхожесть. Чуть позже я ее открою. И прорастать она начала на один денечек попозже. То есть на четвертый день. Сейчас скажу, что мы делаем дальше. Как видите, я закручивала в пищевую пленку мои контейнеры с посевами. И были вопросы, когда эту пленку нужно убирать и как. Как видите, здесь уже у меня все открыто. Я этим занималась вчера. Здесь также все было замотано. Что я сделала? Сначала мы приоткрываем вот эти боковые стороны. Пусть он, контейнер постоит. Так он может даже так постоять и пару дней, может пару часов. В целом, не важно. Нужно просто постепенно сравнять влажность в контейнере с влажностью воздуха в комнате. Если сделать резко, сразу взять, открыть и оставить, то есть вероятность того, что ваши сиенцы, они погибнут от сухости. Потом просто раскручиваем и вот просто вот так набрасываем эту пленочку. Пусть еще какое-то время постоит контейнер. Вы увидите, что на нем больше никакой конденсат не собирается. Это значит, что воздухообмен с комнатой, с воздухом комнаты происходит хорошо. И значит, можно смело уже убирать полностью пленку и оставлять контейнер вот в таком виде. Нужно ли опрыскивать сходы земляники? Я вам скажу, что не нужно их опрыскивать, потому что земляника это не мох, это не папоротник. И никогда земляника не была замечена в какой-то особой, высокой любви к влажности. Перестарайтесь с опрыскиванием, если то, получите ряд заболеваний, особенно грибковых. Но в то же время, не пишите мне, пожалуйста, потом, что я против опрыскивания, или вы всю жизнь опрыскиваете и у вас все хорошо. Опрыскивание это необязательный агротехнический прием в большинстве случаев. Но если у вас очень сухой воздух в квартире, очень сухой, а сеянцы вот они только еще проклевываются, даже еще не все взошли, то можно, конечно, пару раз в день, один раз в день опрыскивать. И да, кстати, важный момент. Когда я начала открывать контейнер, ни в коем случае не нужно открывать, когда у вас еще не все семена взошли, которые вы хотели бы, чтобы они взошли. То есть я дождалась, когда количество взошедших растений меня уже полностью устраивает, тогда стала открывать. Потому что условия для сеянцев, вот с уже расправившимися семидольками, для сеянцев, которые только-только начинают прорастать, должны быть разные. И вот таким открытием я, можно сказать, убила все семена, которые не проросли, или сеянцы, которые только-только начинают прорастать. Вот, по-моему, я очень понятно все объяснила подробно, как это нужно делать. Вот сейчас этот контейнер я тоже распакую, приоткрою, и к концу дня он у меня уже будет полностью открытым стоять, дышать свободно. Все время, конечно же, я тоже не считаю необходимым, все время сеянцы до высадки в огород держать под пленкой. Потому что в огороде все-таки будут совсем другие условия, и нет никакой необходимости все время держать под пленкой. К тому же пленка так или иначе все равно задерживает солнечный свет или свет лампы. Вот даже здесь видно, что эти я вчера открыла сеянцы, и они такие крепенькие, коренастенькие, а эти уже немножечко подвытянулись, потому что были закрыты и стояли немножечко в стороне от лампы. Был комментарий, на который я хотела бы ответить. Комментарий был по поводу того, что лучше делать теплицы из бутылок, потому что был печальный опыт того, что человек закрыл контейнер пакетом, пленкой, на пленке собрался конденсат, пленка стала тяжелая, опустилась на всходы, человек взял, резко убрал пакет, и всходы, приклеившиеся к конденсату, были уничтожены. Это не проблема метода, конечно же, это проблема человеческого фактора, так называемого. Во-первых, у меня, вы видели, пленка натянута была плотно, вот так пищевая пленка славится тем, что ее можно так натянуть, соответственно, она не может под давлением воды опуститься и лечь на сеянце, плюс тут бортики сантиметр-два, соответственно, там есть запас для роста. У меня такой ситуации вообще никогда не было. Но если у вас не пленка, а пакет, то очень просто можно решить эту проблему падения пакета на любые всходы. Вы берете просто спички или зубочистки, все, что есть у вас под рукой, щепки любые, втыкаете это в разных местах контейнера, можно в одном, можно в нескольких местах, и затем спокойно все это вы ставите в любой пакет, совершенно какой вам нужен. И уже тогда у вас гарантированно, ну я не стала сильно спички втыкать, поткнем сильней. В таком случае у вас гарантированно вы избежите проблемы приклеивания сеянцев к пленке. Ну и вообще конденсат нужно, если он очень сильно образуется, нужно либо приоткрывать пакет, чтобы конденсата так много не было, значит уж слишком много влаги в грунте, либо нужно протирать, убирать периодически этот конденсат, чтобы он не мешал формироваться растениям. Потому что опять же конденсат, он и препятствует солнечному свету, и он создает условия прекрасные для развития грибов. И еще один был комментарий, вспомнила сейчас, по поводу светочувствительности семян земляники. И меня спрашивали, что не нужно ли поставить эту землянику на свет. Нет, не нужно, потому что светочувствительности не отмечается у семян у этих. Я не ставила на подоконник для прорастания, я ставила в теплое место. Теплое место было у меня на рабочем столе. Там северное окно, сказать, что там какого-то много света было нельзя. Если бы я поставила на холодильник или даже на радиатор какой-нибудь, количество света было бы такое же. Не могу сказать, что была абсолютно полная темнота. Ничем таким свето-непроницаемым контейнеры я не накрывала. Но и прямой свет, какое-то особенно дополнительное освещение я для них не создавала. Потому что землянике это не нужно. А вот температура тепленькая нужна. И если температура будет 22-25 градусов стабильно в течение первой недели, то все будет у вас хорошо. Ну, конечно же, при условии того, что семена будут качественные, свежие, правильно собранные. Тогда стопроцентный результат. И сейчас моя земляника стоит на подоконнике в контейнере от мини домашнего огорода. Но лампу я повесила от мини фермера. Потому что лампа, которая в комплекте к этому огороду шла, она послабее, чем вот эта мини фермерская лампа. Она мне бы очень нравится. Поэтому я ее повесила. Здесь у меня базилик, который я сеяла в самом конце декабря, перед Новым годом. В видео вы видели его уже. Вот такой красавчик растет. И чесночок. Прорастал чесночок. Я его просто засунула в контейнер. Но сейчас, конечно же, в центр под лампу я поставлю земляничку. Потому что она маленькая и ей нужно больше света. А базилик, он, в принципе, не очень чувствителен к освещению. Я заметила. Не только я. Поэтому постоит немножечко в сторонке. А уж тем более, конечно, в сторонке постоит чеснок. Вот. Вот здесь вот будет стоять земляника. Сейчас я руку освобожу и смогу ее сюда поставить. И здесь у нас Диане на огороде, где она посеяла фасольку. Фасолька так замечательно растет, развивается. Такая крепенькая, красивенькая. Просто милашка. Не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Жмите на колокольчик, вам будут приходить оповещения о том, что вышло новое видео на моем канале. И летом мы посмотрим, как эта замечательная земляничка будет плодоносить. Надеюсь, что будет так же, как и у Оксаны, гроздьями свисать красиво с грядок. Желаю вам богатого урожая, всего доброго и до новых встреч!